Привет! Сегодня поговорим о вариантах организации простейших станциях на болтах, на шлембурах. Сразу оговорюсь, что тема станции, она очень широкая, о ней можно говорить полтора-два часа, сколько угодно. Сейчас мы не будем обсуждать какие-то теоретические основы, а скорее проговорим самые базовые, простейшие варианты организации станции на двух точках. Для нас это важно, потому что когда вы начинаете заниматься альпинизмом, очень большое количество информации, особенно теоретической, иногда мешает практическому применению. У вас в голове должно быть четко отработано несколько простейших вариантов организации, которые вы в реальности будете с легкостью применять. Итак, поехали! Вначале, прежде чем думать, какую именно станцию мы организуем, мы должны проверить надежность точек страховки. В данном случае мы должны проверить надежность шлембуров. Мы визуально проверяем стабильность уха, стабильность самого болта и гайки, проверяем их на наличие коррозии. Как одно, так и второе может быть косвенными признаками либо некачественного забитого болта, либо износа со временем. Например, в каких-то приморских районах коррозия может достигать такой степени, что болт будет держать несколько сот килограмм. Проверив хотя бы визуально, их состояние, после этого можно приступать к организации станции. Первый, самый простой вариант организации станции на двух надежных точках – это компенсационная петля. Мы прощелкиваем оттяжки в две точки, берем 60-сантиметровую петлю и прощелкиваем петлю в обе точки. После этого делаем разворот на 180 градусов одной из ветвей петли и вщелкиваем наш станционный карабин. Получаем схему компенсационной петли, которая хороша тем, что мультинаправлена. То есть, в зависимости от изменения вектора нагрузки, ветви петли меняют свою длину и нагрузка равномерно распределяется на обе точки. Это очень здорово, особенно если мы работаем в большой группе и грузим станцию в разные ситуации, в разные стороны, у нас получается эффективная компенсирующая станция. Какие особенности, плюсы и минусы есть у этой станции? В первую очередь, нам нужно проверять очень внимательно положение карабинов в точках страховки. То есть, они должны располагаться так, чтобы они не опирались защелкой на скалу. В противном случае они могут несанкционированно открыться и карабин будет держать гораздо меньше. Во-вторых, материал станции. Материал станции, то есть, эту станцию мы можем делать либо из тонких петель, либо из репшнуров. Использование толстых петель 22-25 миллиметров даст нам вот в этой центральной точке такое большое трение, что компенсация будет очень условная. Следующий вопрос. Это положение сшивки на петле. Нужно помнить, что эта сшивка может мешать компенсации и в каких-то случаях, попадая в карабин, она будет заклинивать. Поэтому положение сшивки должно быть такое, чтобы при возможных изменениях вектора нагрузки она не попадала в центральный карабин. Следующий момент, о котором нужно помнить, как я уже говорил, основная проблема, одна из проблем этой станции, это трение в центральной точке. Поэтому в данном случае лучше использовать самый большой карабин, который у вас есть, и желательно развернуть его широкой частью вверх. В этом случае петля не будет сильно пережиматься одна ветвь в другую, и трение будет ниже. И в этом случае мы достаточно эффективно можем ее использовать как основную точку страховки. В целом компенсационная петля всем хороша, за исключением одного момента. Если все-таки одна из точек у нас откажет, вторая точка останется в целости и сохранности, и центральный карабин в момент рывка просядет на достаточно большую глубину. Чем на большую глубину он просядет, тем большая нагрузка придется на вторую точку. Поэтому такого рода станция нельзя организовывать на длинных петлях 120-150 сантиметров, и максимальная суммарная длина вот этих должна быть не более примерно 50-60 сантиметров. Желательно меньше, но не больше 60. Также при организации такой станции нужно помнить о важности угла между ветвями. Он должен быть не более 90 градусов, и желательно 60 и меньше. Каким образом мы это проверяем? Так как транспортиру у нас в кармане обычно с собой нет, мы берем нашу руку и помним, что большой палец обычно, если мы широко раскроем ладонь, примерно он стоит под углом 90 градусов. И проверяем. Если угол менее 90 градусов, допустима такая организация. Если он меньше, то это лучше. Если он больше, то такого рода организация станции уже недопустима. В целом, такую станцию можно рекомендовать для организации на надежных точках, особенно при использовании в большой группе. Следующий вариант организации станции на двух надежных точках, это организация станции с помощью отрезка репшнура. Прощелкиваем в точки станции карабины. Берем кусок репшнура длиной примерно 5 метров и с помощью него мы можем сблокировать разными вариантами. Вариант первый самый простой. Организуем из репшнура петлю, связывая концы узлом грипвайн. Следим за тем, чтобы из грипвайна концы репшнура были достаточно длинными. Ориентировочно 10 диаметров, то есть около 7 сантиметров. После этого прощелкиваем петлю в обе точки станции. Располагаем узел, связывающий два конца недалеко от карабина. Главное, чтобы он не попал в нашу центральную точку. После этого определяем направление будущей нагрузки, то есть куда мы должны будем грузить эту станцию и завязываем единый узел, связывающий обе петли. Таким образом мы получаем надежную станцию, фиксированную с двумя фиксированными ветвями с единым центральным узлом. Основной плюс этой станции это быстрота вязки и надежность организации. Минусом является ее однонаправленность, то есть если мы изменяем направление нагрузки, у нас начинает грузиться только одна точка, но при этом очень большим плюсом является то, что при отказе одной из точек, то есть если одна из точек у нас откажет, на вторую нагрузка перейдет не рывком, а плавно перейдет маятником. То есть никакой дополнительной нагрузки на точке у нас здесь не происходит. Поэтому станция удобная и надежная. Какие моменты мы должны помнить при ее организации? Во-первых, точно так же, как и с компенсационной станцией, нужно помнить о угле между ветвями станции. Он должен быть не более 90, а лучше менее 60. Положение карабинов в точках также должно быть такое, чтобы защелка не опиралась на скалу и случайно не открылась. Далее размер петли центральной. Эта петля должна быть не слишком большая, не слишком маленькая. Ориентировочно она должна быть размером с карабин. Если она будет слишком большая, нам будет неудобно работать на станции, особенно с учетом будущих каких-нибудь спасательных работ. Если она будет слишком маленькая, туда будет трудно вщелкивать карабины. Соответственно, размер примерно сантиметров 7-8-10, то есть размером примерно с карабин. Основной точкой страховки у такой станции может являться как сама петля, так и отдельный центральный карабин, который мы можем вщелкнуть и нагружать эту станцию за этот карабин. Точно так же одним из возможных точек применения нагрузки к этой станции является так называемый бридж или мост. Мы вщелкиваем карабин в одну ветвь и в другую ветвь одновременно и нагружаем станцию выше центрального узла. И такой вариант нагрузки также является полноценным несущим для данного варианта станции. То есть удобный наглядный вариант. Помимо блокировки двух точек с помощью репшнура, также можно блокировать две точки с помощью длинных петель. Есть два варианта организации станции. Вариант первый. Прощелкиваем петлю в две точки, располагаем сшивку подальше от центрального узла, но не совсем вплотную к одной из точек станции. После этого вымеряем направление нагрузки и завязываем единый центральный узел. Получаем фиксированную станцию, аналогичную станцию из репшнура, быстро организующуюся и очень надежную. Со всеми теми же плюсами и минусами, как и на фиксированной станции из репшнура. Есть большая проблема такого рода станции с центральным узлом, что, например, при использовании их зимой эти узлы затягиваются очень сильно. Да и вообще, если даже летом несколько человек достаточно продолжительное время повисят на восьмерке, развязывать ее будет довольно тяжело. Поэтому мы можем вылечить эту проблему таким образом. Вариант первый – это при завязывании узла прямо в узел мы можем ставить карабин. После этого развязывать, после нагрузки этот узел будет гораздо легче. Какие минусы есть у этого варианта? Во-первых, у нас расходуется лишний карабин, а во-вторых, случайно в горячке восхождения кто-нибудь может щелкнуться в этот карабин в качестве основного центрального. И это небезопасно, потому что он может под нагрузкой просто развязать этот узел. Поэтому второй вариант излечения этой проблемы – это использование другого узла. Удобным в такой ситуации узлом будет узел с тремя. Мы вымеряем направление нагрузки, после этого завязываем узел с тремя и вщелкиваем туда карабин. Вначале с тремя не затягиваем и финальным движением затягиваем его как раз ровно в направлении нагрузки. Обязательно хорошо затянуть обе ветви, то есть тремя должно быть хорошо затянутым. После этого получившаяся станция будет полноценной фиксированной станции с двумя ветвями и очень быстро организуемая. Особенно для зимы, для организации станции на льду это будет очень удобный вариант. При этом даже после большой нагрузки развязывать ее довольно просто. Мы даже после нагрузки с тремя развязываем, просто вынимая из него карабин, и узел уже развязан. То есть простой и удобный вариант организации. Следующим вариантом организации станции на двух точках является вариант, который называется квад. Надо сказать, что этот вариант он употребителен не только для шлембуров и не только для двух точек, а может распространяться и на свои точки закладки френда крюча и на большее количество точек. То есть таким методом можно будет сблокировать три, даже четыре точки. Что это такое? Мы берем длинный отрезок крепшнура, связываем его в петлю узлом грипвайн, не забывая оставлять достаточно длинные концы, выходящие из узла. После этого складываем его в двойную петлю. Располагаем узел около одной из точек станции, то есть вдали от центра. После этого завязываем простой дубовый узел. Завязываем второй на расстоянии примерно 20-30 сантиметров и в получившуюся петлю щелкаем во вторую точку станции. Получаем вот такую систему. Можно пока не затянутые узлы чуть-чуть их сдвинуть, как нам будет удобно. И полученная система является очень удобным вариантом организации станции. Эта станция предлагает нам две точки для включения основных точек, то есть это может быть и наша самостраховка. Это могут быть перила, может быть, например, страховочное устройство, с которого мы будем страховать второго человека. Она очень надежная, она распределяет нагрузку на обе точки равномерно, может быть распространена и на три точки, и на четыре. И при этом в центральной петле станции карабины не пережимают друг друга, и даже если несколько карабинов будут поставлены рядом, они даже без снятия нагрузки будут легко выщелкиваться, сниматься и защелкиваться обратно. Очень удобный вариант, широко используемый при разных восхождениях и на скалолазных мультипичах, и на альпинистских трэдовых восхождениях. В заключение хотелось бы еще упомянуть об одной станции, которая не рассчитана на трэдовые точки, на трэдовые маршруты, то есть она рассчитана только на шлямбура, но очень удобна для прохождения мультипичей, то есть это многоверевочных скалолазных маршрутов, полностью пробитых шлямбурами со шлямбурными станциями. В этом случае удобно и быстро экономично организовать станцию на длинной петле, используя два муфтованных и один не муфтованный карабин. Каким образом она вяжется? Мы берем длинную петлю, отступаем от сшивки примерно сантиметров 30 и завязываем здесь двойной булинь. У нас получается петля размером ориентировочно с карабин, завязанная двойным булинем на длинной петле. Сшивка у нас приходит вплотную к двойному булиню, поэтому она не мешает нашим дальнейшим операциям. Вщелкиваем сюда два карабина, два муфтованных, что важно, карабина, и один из карабинов вешаем в одну из точек станции. Если у нас точки станции находятся на разном уровне, то эта точка должна быть нижняя или, если они разного качества, лучше. То есть это наша основная точка приложения нагрузки. После этого оставшуюся длинную петлю мы фиксируем на немуфтованном карабине без провиса. То есть второй шлямбур является у нас подстраховкой, на него не распределяется нагрузка, но в случае отказа первой точки нагрузка маятником плавно переносится на вторую. Зафиксировать петлю на втором карабине можно двумя вариантами. Либо узел стремя вяжется на немуфтованном карабине, затягивается, и оставшаяся петля подщелкивается в него же. Это первый вариант блокировки. Либо второй вариант блокировки это завязывание ограничительного узла. То есть в этом месте петли мы просто завязываем обычный узел и прощелкиваем в карабин. У нас получается станция, в которой нагрузка прикладывается к одной точке, но так как она надежная, так как это шлямбур, который держит около двух тонн, это в целом является допустимо. Но самое главное, эта точка подстрахована ко второй. Важно, чтобы в этом месте петля была без провиса, чтобы нагрузка в случае отказа основного шлямбура плавно перенеслась на второй. В этом варианте, когда мы уходим со станции, нам не нужно ничего долго развязывать. Мы не развязываем этот двойной булинь. Мы только всего лишь снимаем немуфтованный карабин, вешаем его сюда же, развязываем ненагруженный ограничительный узел или стремя. И после этого в таком вот варианте вешаем станцию, например, через плечо. И когда мы приходим на следующую станцию страховки, мы одним движением эту станцию снимаем, вешаем на шлямбур, фиксируем ветвь на второй точке. И вот у нас готова станция. То есть таким образом получается достаточно быстрая и лаконичная схема, которая позволяет нам проходить мультипич, не тратя лишнее время на организацию станции. На этом все. Лазайте безопасно.